Артисты представили зрителям фееричное шоу, главными героями которого, безусловно, стали индийские слонихи – Ранга, Герда, Претти и Малышка Марго. Слоны выходили на Маниш несколько раз, и всегда это были самые яркие моменты шоу. Эту программу лучшие режиссеры, балетмейстеры, стилисты и художники готовили около трех лет. Самый сложный трюк – это когда слон ходит на шарики. Этот трюк готовится пять лет. Вот изо дня в день, представляете, слон должен увидеть этот шарик, ознакомиться с этим предметом, потом поднять одну ногу, вторую, третью, а потом уже только четвертую. Это огромный труд и требует, наверное, полной обращения. Помимо этих индийских гигантов на арену цирка вышли верблюды, пудели, дикообраз, лама, коза и даже крокодил. А проворные обезьяны покорили зрителей своей ловкостью, оседлав пони. Номера под куполом цирка исполнили даже неуклюжие медведи. Авторы проекта заявляют, такого масштабного аттракциона с участием четырех индийских слоних нет ни в одной программе российского цирка. Это такое карнавальное шествие, которое проходит через все страны мира. И поэтому оно должно быть, естественно, костюмированное, веселое и отображать определенные национальные традиции в костюме, особенности в культуре, в музыке. Карнавал слонов уже показали в нескольких городах России и везде их встречали овациями. Сочи не стал исключением. Верблюды понравились, слоны вообще шикарные были. Хорошее представление, мы очень довольны. Гимнасты. Они, ну потому что они такую нагрузку выносят, когда без страховки. Прямо в воздух так высоко поднимаются. И все успевают там покрутиться. Мне понравились обезьяны, ежи, крокодилы и слоны. Почему они тебе понравились? Потому что они такие густые. Кстати, для демонстрации индийского шоу в стиле бразильского карнавала в Сочи привезли 10 фур-декораций. Карнавал слонов будет идти на курорте до середины октября. Галина Захарова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова